Всем привет! Доброго времени суток! С вами Лёва Gameverse и это обзор на игру FES, которую мы прошли на стримах примерно за 8,5 часов. И в этом обзоре вы увидите геймплей начальных уровней, немного звукового сопровождения и многое другое. Итак, начинаем! Поехали! В создателе жанр игры FES была создана независимой канадской студии Polytron и известна своим продолжительным 5-летним циклом разработки, длившейся с момента анонса игры 17 июля 2007 года. И в конце концов игра была выпущена для платформ Xbox 360 13 апреля 2012 года. Изначально она являлась эксклюзивом платформы, однако позже геймдизайнер и руководитель разработки Phil Fish решил выпустить её на остальных платформах. Жанр игры у нас это пазл-платформер, действие которого происходит в трёхмерном мире. Атмосфера и графика в игре. Графическая игра выделяется своим пиксельным ретро-стилем, который придаёт ей особую атмосферу. Мир FES красочен, ярок, живописен, персонажи и объекты в игре детально проработаны, а анимация плавная и естественная. Графика выполнена в 2D стиле, но мир игры можно проворачивать на 90 градусов, что позволяет увидеть её с разных ракурсов, превращая мир в 3D. В игре присутствуют циклы смены дня и ночи, есть эффекты такие, как небольшие отражения, видно, как идёт дождь, сверкают молнии, присутствует эффект, как течёт вода, птицы летают, что-то где-то ползает. И вот это всё придаёт ещё больше атмосферности игре. Геймплей. Геймплейная составляющая – это исследование окружающего мира и решение головоломок. Основная механика геймплея – способность проворачивать мир вокруг главного героя на 90 градусов. Это добавляет глубину 2D-платформеру, заставляя думать в трёх измерениях, чтобы решить головоломки и продвигаться дальше. Кроме этой уникальной механики, в FES имеются классические элементы платформера. Гоми сможет прыгать, плавать, взаимодействовать с объектами в мире, такие, как рычаги или ящики. Эти элементы сочетаются с основной механикой поворота мира, создавая разнообразные и интересные задачи. Динамика геймплея постоянно меняется благодаря введению новых элементов и механик, что делает процесс прохождения FES увлекательным и непредсказуемым от начала и до конца игры. Звуковое сопровождение игры Музыка FES – это синтезированная музыка в стиле ретро. Она создаёт приятную, расслабляющую атмосферу. Звуковые эффекты в игре тоже хорошо реализованы. И помогают создать ощущение и покружение в мир игры. Вот небольшой пример музыки и звуков в игре. Звуковые эффекты в стиле ретро. Плюсы и минусы. Плюсы – уникальный геймплей, прекрасная музыка и звуки, стильная графика. Минусы – мало пояснений механик в игре. Вначале не хватает локаций, чтобы пояснить больше управления в игре. Гиперкуб, который напарник, иногда мешает. Мельтешит перед глазами, когда ты пытаешься разгадать что-нибудь. Хотелось немножко чуть больше пояснений от напарника о мире. Толковых подсказок хоть чуть-чуть. Нельзя отключить подсказки типа «это рычаг», «это сундук», «это вентиль», когда тебе это гиперкуб уже где-то десятый раз повторяет. Вот это чуть-чуть надоедает. Чтобы разгадать смысл игры, так как я понял, что здесь присутствуют скрытые элементы сюжета и она рассчитана на игру плюс. Хотелось бы разгадать большую часть игры все-таки без игры плюс. Вот такие минусики. Вывод и мнение. Фэз рекомендую как новичкам, так и опытным игрокам, всем любителям платформеров и разгадыванию загадок. Мне не такое. Игра уникальная и стилизованная. Но я думаю, что относиться к игре надо по-обычному. Наслаждаться графикой, получать кайф от решения головоломок. Не стоит быть к ней сильно требовательным. Так как многое может остаться нерешенным и вообще без ответа даже при полном прохождении игры. Также думаю, что могло бы быть меньше скрытности в плане сюжетности. Чтобы было больше подсказок и каких-то рассказов от напарника нашего гиперкуба. В целом есть некоторые небольшие недостатки. Однако Фэз это уникальная запоминающаяся игра, которую стоит попробовать. Спасибо за просмотр. Надеюсь такой обзорчик понравился. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. До новых встреч!